Эта история про написанную мною первую книгу, про огромные надежды и такие же огромные разочарования, про опыт, про путь, который пройден, честный отчет. Написать книгу мне предлагали уже несколько лет. Я вела Инстаграм и писала посты вдохновенно, и у меня это хорошо получало. А все мне говорили, напиши книгу, но я говорила, некогда, потом когда-нибудь, потом когда-нибудь обязательно напишу. И вот я книгу написала по совершенно неожиданной причине. Однажды я увидела рекламу, где говорилось, что написание книг сейчас так просто, потому что нейросити помогает генерировать текст и картинки. За один день можно написать книгу, а затем быстро заработать, применив знания о продвижении. Меня вдохновила история девушки, которая, не умея писать книги, не понимая в продвижении в социальных сетях, в маркетплейсах, написала книгу и за один месяц заработала 12 тысяч долларов. В маркетинге такой прием называется триггер, то есть рыболовный крючок. Когда кого-то, кто что-то сильно-сильно хочет, ловят именно на вот это быстрое и легкое решение. И я этот крючок заглотила. Проверьте, когда вы сильно чем-то воодушевлены, и вам прямо сейчас, вот прямо сейчас очень хочется, и вы видите решение какой-то главной своей проблемы быстро и сногсшибательно, прямо сейчас. Проверьте, это случаем не волшебная таблетка. Проверить нужно временем. Дать хотя бы ночь отлежаться этой идеей. На утро будет более понятно. Я погрузилась в процесс. И у меня был опыт не только написания постов, но и работы с нейросетями. Я находила там все ответы, которые мне были нужны. Основные пункты, необходимые для написания книги и продвижения. На самом деле, сейчас учиться и работать с помощью искусственного интеллекта можно быстрее во много раз. Погрузилась я в эту тему и подумала, что из всех востребованных ниш мне лучше всего подходит книга «Раскраска». Хотя сама я считаю, это потеря времени просто сидеть и раскрашивать. Арт-терапия, конечно, полезна. Но просто так заниматься раскраской, для меня деятельной и эффективной, это кажется странным и неприемлемым. Это важный момент. Смотрите, я книжки-раскраски считаю потерей времени. А для других создаю книжки-раскраски. И это неправильно. Нужно создавать то, чем вы сами горите, то, в чем вы хорошо разбираетесь, любите. Ну, логично, верно. Я подумала, что если люди раскрашивают мандалы и завитушки, то раскрашивать узоры свитеров – более полезное занятие. Следующая мысль была о косах и оранах. Что еще так характеризует вязаный свитер, как косы и ораны? Но что это за фрукт такой – ораны? Я знала о них давно, представляла выпуклые красивые узоры, но что это такое и почему так странно называется? Задала этот вопрос нейросети. Важный момент. Сколько в нашей жизни вещей, понятий, каких-то знаний, которые нам неведомы, как закрытая дверь. И открываешь ее, а там целый мир. Оказалось, что ораны – это древние узоры, которые вязали на оранских островах у западного побережья Ирландии. Давайте посмотрим, где это. И люди, жившие в те времена, закладывали в них важные символы, заклинания, обеоги для мужчин, уходивших в опасное плавание за рыбой. Это был большой смысл для них. И они вязали без схем. Они вязали без схем, держали идею в голове. Для меня это удивительно. Ведь современные вязальщицы привыкли к попетельным схемам, где каждая петелька имеет свое место. Схемы для вязания прописывают все до мельчайших деталей, а тут все в голове вязальщицы. Для меня, человека, которому важны структура, стратегия, план – это было поразительно. Выстраивание пути – это про меня. У меня даже схемы для вязания, как карты местности, по которой рукодельница должна пройти к своей цели. И тут вдруг сложные свитера вяжутся без схем. Вы такое можете себе представить? Те, кто купил и прочитал мою первую книгу «Свитер, спасающий жизнь, аранские узоры», первым делом спрашивали, у вас есть схема такого узора? Да, и книгу эту я написала. Потратила месяц работы. Ха-ха-ха. Рекламная красотка в пижаме говорила, что тратит на книгу два дня. Люди, не верьте волшебной таблетки. Вот обложка моей книги. И я в описании под видео оставлю ссылку на эту книгу. И очень буду рада, если вы ее прочитаете и напишите мне ваше мнение. Итак, книга «Саранскими узорами». Она так увлекла меня. Я уже жила рядом с этими людьми, живущими в суровых условиях, рядом с Атлантическим океаном, который кормил их, но и забирал свою дань. Как же эти люди вязали без схем свои сложные узоры? А вязали и женщины, и мужчины. Я представляла, как они это делают. Может быть, они держат в голове ритм, песню, или историю как схему. Может, их заклинания звучали как песня. У вас есть какое-то представление? Пишите тоже в комментариях. Это очень интересно. Интуиция. Как важно доверять своей интуиции. Мы это знаем. Ну, как его надо тренировать? Хорошее упражнение – это пойти и делать что-то без цели, без результата. Например, в вязании я могу взять какую-то пряжу, сесть к машине и просто, ну, что называется, дать волю рукам. И что-то где-то подгибается, поднимаются петли, там, где какие-то пропуски, может быть, какая-то нитка иная, музыку можно поставить, аудиокнигу любимую. И убрать вот этот внутренний голос. И вы удивитесь тем результатам, которые у вас получатся. И это да, интуиция так работает. Эта тема открыла для меня целый мир. Написание этой книги вылилось не просто в книжку-раскраску, а в погружение в мир тех людей. Словно они стали живыми и рассказывали про свою жизнь. Я увидела пожилую женщину, которая назвала свое имя, Майра. Интересно, как в зале увидели те времена, какие у них были имена, вы знаете? Потом постаралась максимально кратко изложить рассказ Майры. А потом и выход этих удивительных узоров в современный мир, как они стали известны, популярны, как мы косые ораны считаем настолько привычным понятием. Я добавила страницы для раскраски, вдохновения и палитру цветов для разного настроения. Ведь настроение может быть самым разным, спокойным, умиротворенным, любопытным, поисковым, ярким, энергичным. Моя работа дизайнера-профессионала – создание книг и курсов, мастер-классов на какую-то конкретную вещь, необычные дизайнерские решения. И мои студентки обучаются этому мастерству моделирования, конструирования. И я пишу новые мастер-классы и курсы все время. И я подумала, что за это время я могла бы написать 3-4 мастер-класса на разные вязаные изделия. Ну, то есть, по сути, тоже книги, которые я умею делать и которые ждут мои постоянные читатели. И подумала, посчитав ложный труд, как можно заработать 12 тысяч долларов за месяц, если книга пишется за 2 часа. Возможно, завершить работу за короткое время, но период обдумывания, поиска вариантов, проб, ошибок – это огромная часть работы над книгой. На написание книги у меня ушло не меньше месяца работы. Иногда я работала по много часов, иногда немного, но я все время держала ее в голове и все время хотела дойти до цели и написать книгу. Это, к слову, о том, как писать книги за день, за два. Ну, не знаю, наверное, такие книги. И я благодарю свой характер за то, что у меня есть эта настойчивость и настырность дойти до результата. Пишите, как у вас с настойчивостью, с вот этой целью получить результат, чтобы увидеть, что это. Потому что, ну, всякое бывает, а увидеть и потом понять, что с этим делать, я считаю, что это очень важно. Да, это была непростая работа, но сколько важных выводов я смогла сделать. Вот некоторые из них. Первый. Я начинаю ценить свою работу по написанию мастер-классов на сложные модели, на особый дизайн вязаных платьев, жакетов, брюк, шали, шапок, одеял, сумок. Чего только я не вязала для своих коллекций и для клиентских. Один из моих мастер-классов, их вообще-то уже более 50. Я начинаю понимать, почему мои мастер-классы покупают, несмотря на их высокую цену. Они уникальны, с необычными моделями для тех, кто хочет задействовать мозги и получать удовольствие от творческого вязания. Я поняла ценность своей работы и опыт написания мастер-классов. Теперь я думаю, как делать их интереснее, разнообразнее. У меня появилось так много идей. И зачем мне завоевывать сферу книг-рассказок, если я могу заниматься тем, что я люблю, умею, знаю. И мои студентки, клиентки ждут моих новых мастер-классов. Второе. Следующий вывод. Я могу делать книги, не связанные с машинным вязанием. У меня много наработок по творческому дизайну, моделированию, конструированию, доведению своих идей до реализации. И листы раскраски тоже могут пригодиться для настроения и создания эскизов. Это полезно. Полезно людям я могу взять новый инструмент для своих мастер-классов и книг. Применить книги-раскраски. Третье. Личный опыт и преодоление трудностей. Я подумала про написание книг, не связанных с машинным вязанием. Эти книги могут быть про мои наработки, подходящие для других творческих людей. Вязание на машине – это инструмент. А инструменты могут быть разными. Спицы, крючок, швейная машинка, рисование, фотографирование, керамика. Мои наработки по творчеству. Созданию авторских вещей могут помочь людям пройти процесс создания своих изделий, не бросая их при первых ошибках. У меня есть опыт, и я могу передать его в книгах. Ведь так много кто при первых неудачах бросает работу. Еще я могу передать свой опыт преодоления трудностей. У меня их много. Я часто чувствую себя в самолете с бешеной болтанкой. Что-то получается, что-то нет. Но я продолжаю идти дальше. Мой опыт может быть важен людям. Он может их поддержать. Как я нахожу вдохновение. Как я все это делаю. Это важно и полезно. Как думаете, пишите в комментариях. Идем дальше. Тема заработка. Опыт создания книги раскраски оказался большим. Он многое раскрыл. Тема заработка такая большая. Я могу рассказать, как зарабатывать на ручных работах, эксклюзивных вещах, как продвигаться в социальных сетях. У меня в этом огромный опыт. И с книгой раскраской я все время держала в голове вот эти вот расчеты. Заработок. Ведь это тоже важно. Да, творчество, вдохновение. Но заработок. Как это все соединить? У меня есть большой опыт по этому поводу. Следующая волшебная таблетка. Тема волшебной таблетки, когда обещают, что за один день можно написать книгу и заработать 12 тысяч долларов за месяц, даже не умея писать. Удивительно. Почему это срабатывает? Как это срабатывает? Почему мы покупаемся на это, несмотря на опыт? А если опыта нет, то сколько шишек мы набиваем? Тема волшебной таблетки потрясающая. Пишите, вы попадались на такие таблетки? Какие они были? Таким образом, я получила большой опыт из этой первой книги. Я ее люблю, как выстраданного ребенка. Первенца, в которого вложено столько сил и времени и надежд. Я благодарю себя за смелость пройти и получить этот опыт. Благодарю тех людей, которые создали и продолжают совершенствовать нейросети. Это невероятно помогло. Теперь я рада новым горизонтам, темам, пониманиям, которыми буду делиться с людьми. Сейчас, когда книга уже вышла, и у меня есть первые отклики, я все-таки не очень понимаю, насколько она нужна, кому она нужна. Я буду вам очень благодарна, если вы напишите в комментариях под этим видео, нужны ли вам такие книги. Я, конечно, дам ссылку на саму книгу. Она стоит очень дешево. Я думаю, такой объем работы, это действительно кажется странным. Поэтому я буду очень благодарна вам за комментарии, за вашу оценку.